Поиск выгодного предмета для покупки и последующей перепродажи — это постоянная проблема тех, кто обменивается в ТФ2, да и не только. Порой, даже найдя, казалось бы, идеальный предмет и купив его, сидишь потом несколько месяцев и коришь себя за его покупку. Знакомо? Мне вот да, и сегодня в ролике я расскажу вам о всех типах предметов, которые имеют дурную славу самых трудных и сложных предметов в продаже среди трейдеров. Этот ролик будет особенно полезен тем, кто только начинает свой трейдерский путь, но остальные проверят себя и, может быть, узнают что-то новое. И да, тем, кто скажет, что эти предметы стали хуже продаваться после того, как я выпустил ролик, ребят, вы меня льстите, а если без шуток, то предметы из этого видео, что продавались плохо, сколько себе помню, что и будут продаваться ровным счетом также. Надеюсь, ролик будет вам интересен и полезен, так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Но перед началом ролика хочу посоветовать вам отличный сайт для быстрой продажи и покупки вещей в ТФ2 — quicksell.store. На нем вы можете без лишней мороки продать ваши вещи, причем даже такие, на которых нет цены на бэкпэке, а также купить любые предметы, включая спеллы, покрашенные шапки, unusual оружие и прочее с хорошей скидкой у бота. Теперь количество валюты у вас и у ботов сайта видно сразу, и планировать будущую сделку заранее стало куда проще. Все обмены приходят буквально за считанные секунды благодаря шустрой работе ботов. А уже ставшей традицией еженедельный розыгрыш unusual стал куда безопаснее. Теперь вам не нужно добавлять название сайта в свой ник в стиме для участия. По-моему, прекрасный повод начать имениваться на quicksell.store по ссылочке в описании. И еще одна небольшая ремарочка перед началом. Все сказанное далее относится к названным типам предметов только со стороны их потенциала в обменах. К простой покупке и последующей игры с этим предметами это не имеет абсолютно никакого отношения. Все предметы в ролике будут распределены по сложности и по поболе их продажи, от самых трудных до чуть менее сложных. Итак, поехали. Первый тип предметов и самый труднопродаваемый предмет на моей памяти это скины и боевые краски. И их версия необычного типа это не исключение. Поверьте, я имел дело с множеством скинов. Странного типа, необычного, необычного и странного одновременно. С редкими паттернами в отличном состоянии и так далее. Все сводилось либо к их бесконечной продаже и постоянным сожалениям об их покупке, либо к быстрой продаже ботам. Но почему же так выходит? Дело в том, что, как я уже упоминал в каком-то из своих старых роликов, вариации скинов в ТФ2 просто тьма и люди попросту обходят такие вещи стороной, так как справедливо оценить скины или боевые краски задача не из легких. Вообще, в сфере скинов складывается довольно противоречивая картина. Лучше и быстрее всего продаются дешевые скины, которых много в обороте. Их цену вследствие многих продаж можно хоть примерно вычислить с помощью усреднения цены продажи и закупки на торговой площадке стима. Верьте или нет, но Бэкпэк ТФ и Скраб ТФ делают именно так. Скины подороже, а также скины с редкими особенностями, о которых я также уже как-то рассказывал, что удивительно это совсем геморрой. Врать не стану, люди любят выделяться чем-то редким и особенным, но когда дело доходит до скинов, желание как-то подутихает. Даже самый популярный скин с редким паттерном Macau Masked, который может быть полностью красным, зеленым или синим, и тот продается суперсложно из-за того, что покупатели не хотят ввязываться в продажу предметов, на которые просто не существует четко установленной цены. А установить такую общепринятую цену на каждую изношенность, паттерн, качество и эффект на тысячах видов скинов, таки еще и на разное оружие, задача невыполнимая. И проблема здесь не только в самих скинах, но и в площадках, на которых эти самые скины люди продают. Бэкпэк попросту не приспособлен для торговли скинами. Поиск скина по его названию на нем просто не работает, а для того, чтобы посмотреть скины необычного типа, недостаточно просто выбрать unusual качество в списке. Но unusual скины это вообще отдельная история. На моей памяти unusual скин может продаться за хорошую цену и весьма быстро, только если его эффект необычного типа и рисунок на самом оружии очень хорошо сочетаются друг с другом. Хеллдрайверы и изотопы, иглу и холод, шот ту хелл и жар. Но вероятность упадения именно такого скина с именно таким эффектом, да еще и в хорошем состоянии, чтобы на нем можно было хоть что-то разглядеть, один к миллиону, поэтому такие скины это очень большая редкость. Поэтому и рвать такой скин задача не из легких, таким образом все эти факторы вместе создают не самые благоприятные условия для торговли скинами. Ну только если вы не рвали их за сущие копейки, когда, скажем, цена на тп рублей 100, а вы купили скин за 15 рефов. Но за такие смешные цены вам никто ничего не продаст в большинстве случаев, со скинами разобрались, а теперь двигаем дальше. Шапки необычного типа с новыми эффектами. Количество эффектов необычного типа, вводимых в игру в последнее время, просто невероятно, особенно учитывая, что это по сути все, что добавляет в игру в последнее время. Сообщество просто не успевает оценить и десятой части всех тех шапок со всеми эффектами, которые выпали людям в прошлом обновлении, как новые эффекты и новые шапки уже продаются на том же бэкпэке. Хотите прикол? Далеко не все шапки необычного типа, которые выпали в 19-м году, получили свою цену на бэкпэке. Даже больше. Не все шапки 18-го года были оценены. А предмет может получить цену от сообщества только в случае его многократных подтвержденных продаж игрока-игроку. Думаю, эти факты говорят сами за себя. Однако так получается далеко не потому, что эффектов и шапок стало слишком много, хотя это безусловно вносит свой отпечаток в ужасную продаваемость новых шапок. Дело в том, что в игру вводят откровенный кал, который носить-то стыдно. Не так давно я выбил розовый unusual с не самым лучшим эффектом из летнего кейса этого года. Казалось бы, ну аджик розового качества, это ж какой редкий и дорогой, наверное, должен быть. Ты, наверное, хотел сказать 33 ключа? Мало того, что шапка сама по себе оставляет желать лучшего и максимум заслуживает быть фея этого качества, так еще и сам эффект добивает полную картину предмета, который вообще ни к чему и вообще никак. И за последние годы таких эффектов стало прям криминально много. Про шапки я вообще уже молчу. Пожалуй, единственные годные эффекты необычного типа, которые ввели за последнее время, это вот эти вот эффекты с месяцем и тучкой, названия которых я даже не знаю из-за того, что эффекты, и те, какими бы классными они ни были, в большинстве случаев были получены на байкерской шапке снайпера, голове танке солдата и пиратской шапке хэви. Так или иначе, из-за малой заинтересованности людей в новых unusual шапках, что они удивительно глядя на их качественное исполнение, их покупают совсем мало и редко, что ведет к малому спросу на них со стороны барыг, и, как следствие, предмет остается без цены на несколько лет или месяцев. А новые предметы без цены, как мы с вами прекрасно знаем, продаются еще хуже, чем просто новые предметы. В итоге получаем то, что с каждым годом дорожают и стабильно продаются только старые предметы, шапки, оружие и так далее. Третий тип предметов — это насмешки необычного типа. После введения на хэллоуин 16-го года необычнотизаторов, рынок насмешек необычного типа просто рухнул, и теперь даже самые ценные и дорогие ранние насмешки стоят сущие копейки по сравнению с их былым величием. Поверьте, я помню те времена, когда насмешка необычного типа была иногда дороже и ценнее unusual шапки. У меня даже есть интересный пример, который как ни что другое подойдет для описания всего, что произошло с таунтами необычного типа. Один из самых редких эффектов необычного типа на насмешки — это жуткие призраки. Помнится мне, перед хэллоуином 17-го года я сидел на бэкпеке и хотел прикупить себе насмешку «Я тебя вижу с таким эффектом» за 60 ключей чистыми. Владелец просил 75, поэтому он, конечно, отклонил. На следующий день вводят необычнотизаторы, и ее цена сразу же падает в два раза в пределах одной недели. Вот такая вот забавная история, и мне очень повезло, что я ее тогда не купил. Просто в хэллоуин 17-го года падали старые эффекты, поэтому так и вышло, ну а теперь вообще этот таунт с таким эффектом стоит 8 ключей. Таким образом, из-за введения необычнотизаторов люди, по сути, получили возможность из любой насмешки сделать ее необычную версию, после чего они перестали цениться слово совсем за редкими исключениями в виде очень дорогих и редких насмешек. Плюс постоянная конкуренция с ботами и разница в цене на покупку и продажу в пару рейфов делает большинство unusual насмешек практически бесполезными в трейде. Чего? Ну и вот так плавно мы подобрались к финальному и самому широкому типу предметов, заработать на которых просто нереально. Это популярные предметы. Помнится, я часто говорил на стримах, что покупать популярные предметы абсолютно бесполезно, только если не на долгосрок, что выглядит как лотерея в последнее время. Сейчас поясню почему. В категорию популярных предметов я отношу обычные насмешки, шапки по 1.33 рефа Австралии, оружие странного типа, предметы типа берета Билла, отрезанной головы Макса и так далее. Думаю, добавлять сюда всякие инструменты типа красок, именных ярлыков и так далее не имеет смысла, так как это и так логично. Дело в том, что на все эти предметы цены продажи и цены закупок практически идентичны с разницей в пару рефов, и выйти в плюс от такой покупки и продажи предметов на бэкпэке полном ботов на трейд-сайтах, которые также прекрасно знают цены предметов или продав такой предмет людям, практически нереально. Ну, если вас, конечно, не устраивает перспектива прибыли в дворе фа от предметов за 30 ключей, но тогда спросите вы меня, какие предметы в целом покупать, чтобы выйти в плюс, если вам будет так интересна эта тема и вообще, возможно, какие-то основы выхода в плюс, мол, где искать, что считать выгодной покупкой и так далее, можете дать мне об этом знать в комментариях, если будет много желающих, то я сниму такой ролик. Хотя, знаете, самый легкий способ гарантированно выйти в плюс это купить какой-либо предмет за реала, в этом вам поможет магазин ТФ2. Это сообщество в ВК с 6-летней историей, с более чем 800 положительными отзывами, с десятками операций в сутки, с тысячами сделок за все время и большой аудиторией. В магазине ТФ2 ты всегда можешь купить или продать ключи Манко, любые Unusual и другие цены, и редкие вещи, тут можно даже купить или продать вещи из CSGO. А если ты каким-то образом не нашел нужный тебе Unusual, то просто напиши в ЛС сообщество, скорее всего, предмет будет в наличии у партнеров магазина, и они смогут сразу продать его тебе. А недавно был добавлен способ оплаты в криптовалюте. Да, теперь ты сможешь покупать вещи ТФ2 и CSGO за крипту. Подробнее читай в магазине или спрашивай в ЛС сообщество. И если тебя заинтересовал магазин, то ссылочку на него я оставил в описании к этому ролику. Ребят, честно, вот, положа руку на сердце, руки, ноги связали, деньги в карман засунули, и заставили сделать вторую рекламу в ролике. Я сопротивлялся, честно, целых полтора часа, но под пытками, под ужасными пытками, все-таки отснял. Ладно, шутки шутками, а я благодарю всех спонсоров и днатеров. Спасибо всем за просмотры, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в стиме и вконтакте. Всем удачи и до связи. Жалуйтесь на отсутствие, получается, я забыл, как называется, пасхалки. Вот.